Суицид тема пугающая, это они, видимо, война, война человека с самим собой. Ежегодно около одного миллиона человек заканчивают жизнь по собственной воле, среди них и дети. И это неудивительно, ведь именно у них не сформировавшаяся до конца психика, тонкая душевная организация, и именно они более остро реагируют на те или иные проблемы. Потому в поле особого внимания профилактика детских суицидов. Оказать помощь в любую тяжелую для детей и подростков минуту могут врачи-психологи и специалисты Брестского областного психоневрологического диспансера. Мы наблюдаем очень разных деток, деток с разными расстройствами от 2 до 18 лет. И это могут быть как задержки психоречивого развития, общее расстройство развития, как детский аутиизм, интеллектуальные недостаточности, другие расстройства развития, эмоциональные расстройства. Ну и в подростковом возрасте очень часто обращаются именно в поведенческие нарушения, тревожно-депрессивное состояние, фиктивное расстройство. Суицидов, по сравнению с парасуицидами, очень, конечно, разница в цифрах очень большая. Парасуицидальных попыток именно за прошлый год очень снизилось, в два раза снизилось количество парасуицидов. И я считаю, что оно снизилось ввиду хорошего межведомственного взаимодействия. То есть сейчас на уровнях в поликлинике педиатры постоянно проводят скрининг, интервью на суицидальный риск. И в образовании, тоже в школах они тоже выявляют психологи, активно с этим работают. И уже направляют сведения там, если захотят родители, опять же к нам. Большинство случаев самоубийств можно предотвратить, если будет оказана своевременная помощь и поддержка. Этим и занимаются врачи-психологи и другие специалисты Брестского областного психоневрологического диспансера. В Брестской области с 2013 года уровень парасуицидов по сравнению с другими областями республики остается одним из самых низких. Но и ответственность также лежит и на родителях. Они в первую очередь должны быть чуткими к своим детям и уметь их не только слушать, но и слышать. Это всегда случается, зачастую из-за какой-то ситуации. Это могут быть какие-то неприятности в школе, это могут быть какие-то неприятности в семье. Зачастую это дети одинокие, зачастую это дети без какой-то поддержки. В первую очередь начинают получать поддержку после каких-то уже попыток своих. То есть там может как-то исправляться ситуация. Ну может быть и нет. Зачастую это дети одинокие, которых не понимают или они так думают, что их не понимают. Очень большую роль имеет то, что ты в первую очередь интересуешься самим ребенком. То есть ты не смотришь на него как на проблему, а искренне интересуешься у него, что он чувствует, что он переживает, что он проживает, что с ним такое случилось. И дети начинают более охотно открываться, раскрываться. И это и есть то, что им не хватает, чтобы интересовались именно им как личностями. Когда закрадывается мысль о суициде, это один из самых уязвимых и трудных для человека моментов. В это время страшнее всего оказаться одному собственными мыслями. Именно поэтому необходимо знать, что существует помощь, которую можно найти в таких ситуациях. Один из таких источников поддержки – телефон доверия 51 10 13 или 170.